Хроническая болезнь Так врачи называют повреждение почек или снижение их функциональной деятельности, наблюдаемое в течение более трех месяцев. ХБП приводит к развитию почечной недостаточности, связанной с высокосмертностью, ухудшением качества жизни, стойкой утратой трудоспособности и необходимостью проведения дорогостоящих методов заместительной терапии, возникновению сопутствующих заболеваний. Что же может вызвать хроническую болезнь почек? Если касаться острого периода, острых воспалительных процессов или аутоиммунных, которые могут протекать в почкой, они развиваются как осложнение после перенесенных воспалительных процессов в миндальных, это ангина, различных вирусных инфекций, верхних дыхательных путей, ревматизма. К сожалению, диагноз ставится не всегда вовремя, потому что воспалительный процесс протекает бессимптомно, переходя в хроническую форму. И в большей степени от болезни почек страдают мужчины. Уритриты, простатиты, они текут как бы латентно, то есть скрыто, не так остро. И в связи с этим меньше обращаются к специалистам по этому поводу, а болезнь развивается постепенно. Ну и потом уже начинает протекать в более тяжелой форме. Основа здоровья человека закладывается с первых дней жизни. Согласно статистическим данным, более 62% патологии мочевыводящей системы у взрослых развиваются еще в детском возрасте, а порой и в утробе матери. При наличии определенных заболеваний у ребенка откладывать обращение к доктору нельзя. Фимоз у мальчиков, воспаление крайней плоти, баланопастит, который ведет к восходящей инфекции. У девочек циститы могут обостряться в детском возрасте несколько раз. Сейчас есть достаточно чувствительные способы лабораторных исследований. Опять же, ультразвуковая диагностика. Есть хорошие препараты, которые лечат эти болезни. Это профилактика уже патологии тяжелой мочевыводящих путей и, в частности, почек в возрослом периоде жизни. Закаляйся, если хочешь быть здоров. Это правило всегда остается актуальным. Ведь 50% здоровья зависит от образа жизни человека. Отдавайте предпочтение занятиям физкультуры и спортом, закаливанию организма, правильному сбалансированному питанию. Исключите большое количество сладкой, соленой и острой пищи. Откажитесь от вредных привычек, употребления алкоголя и курения. И не оставляйте без внимания любое отклонение в состоянии своего здоровья. Своевременно обращайте внимание на такие проявления болезни, как учащенная моча, спускание, мутная моча, боли в поясничной области, боли в надлодковой области, которые иногда так не очень явно, но сигнализируют о том, что развиваются патологии мочеводящих путей. Наше здоровье в наших руках. И чем внимательнее, бережнее и заботливее мы будем к нему относиться, тем здоровее будем. И тем меньше у нас будет работы. Мы не будем по этому поводу особенно переживать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова